Вы все знаете, что я являюсь клиентом брокера открытия в основном, и поэтому я регулярно получаю от брокера открытия различные идеи. И недавно как раз такая идея поступила. Сейчас я о ней расскажу. Топ-10 российских акций называется. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. На днях я получил информацию от брокера открытия, их видение о том, что ждет наш рынок в ближайшее время, на осень, грубо говоря, до конца этого года. И топ-10 российских акций, которые они, в общем-то, рекомендуют купить, то есть, которые принесут очень хороший доход, по их мнению. Ну, что я могу сказать? Начиная с сентября месяца, они говорят, что у них были какие-то опасения того, что рынок будет падать, поэтому они немножечко снизили долю свою в акциях. Но сейчас, в общем-то, они видят, что все попытки продать акции, то есть, все попытки обвалить фондовый рынок, они тут же выкупаются рынком. И поэтому они немножечко сменили на более оптимистичный взгляд. Смотрят, смотрят, вот здесь вот у них, мы видим, обзор такой. Я не буду его касаться, просто сказал кратенько. Ну, дальше у них по драгоценным металлам, в общем-то, меня это не увлекло. В общем-то, вот, и сейчас я хочу остановиться на топ-10 российских акций, которые, по мнению наших же аналитиков, аналитиков брокера «Открытие», будут наиболее перспективны. Итак, портфель российских акций формируется из 10 самых перспективных, по мнению аналитиков, инвестиционных идей. При этом во внимание принимается не только потенциал роста и вероятность его реализации, но также специфические риски, ожидаемые горизонт инвестирования, ликвидность и межотраслевая диверсификация, снижающая его совокупный риск. Приведенный ниже инвестиционный портфель состоит из акций компаний, доходы которых сильно зависят от динамики ВВП, что с прицелом на весь 2021 год отлично дополняет портфель международных акций, ориентированных преимущественно на рост. Основные тезисы наших инвестиционных идей. И, значит, вот здесь перечисляются эти инвестиционные идеи. Первое, АФК-система, это холдинг, недооценен, как они считают, по сравнению со стоимостью публичных активов, ждем IPO МедСи, Агрохолдинга, Степь и Биннафарм. Ну, вот такие идеи. В принципе, АФК-система у меня в портфеле давно, и, по-моему, это одна из наиболее доходных акций за все время, то есть они у меня есть и в большом количестве достаточно. Русал. Выгоды получены от ослабления курса рубля, ожидаемого восстановления цен на алюминий, сильная недооцененность, имеющаяся на балансе пакета акций Норникеля. Ну, по Русалу здесь немножечко интересно. Русал у меня тоже в портфеле, тоже дала очень-очень большую прибыль, но с момента выхода вот этой вот рекомендации с Русалом произошли некоторые изменения. Дело в том, что внезапно, так, 5 или 6 сентября в Гвинее произошел государственный переворот. Что там случилось? Это любопытная вообще история, на самом деле, и при чем здесь Русал? Смотрите, там у них был такой президент, очень интересный он, там прям претендовал такой вот вообще весь-весь-весь популярный, но он отсидел два срока президентских. Второй срок президентский завершается, и он решил поменять Конституцию и обнулить свои два президентских срока и с тем, чтобы можно было избираться ему пожизненно. А президент очень популярный был и все такое прочее. Вот, и в общем, так сказать, протащил это дело через референдум. Вам это вообще ничего не напоминает? Вот, так сказать, Гвинее, да? И, может быть, еще какую-то страну, не знаю. Вот, короче говоря, в результате референдума, естественно, принимается решение о том, что он будет, значит, обнуляются сроки и так далее. Вот, ну и, в общем, так сказать, это не всем понравилось, и его решили свергнуть. Ну, а при чем здесь Россия и Русал? Русал, дело в том, что в Гвинее, оказывается, находится 30% всех запасов бокситов, которые используются при производстве алюминия. Поэтому переворот в Гвинее привел моментально к росту цен на алюминий, 1,8% из-за опасений того, что там будет что-то не так. Вот, ну, а при чем здесь компания Русал? Дело в том, что вот как раз у компании Русал там очень серьезные интересы и в Гвинее, да? Вот, и компания Русал в свое время выкупила достаточно большое, так сказать, как бы месторождение, достаточно на выгодных условиях. Вообще, президент Гвинее, в общем, дружил с Путиным, как бы, и там, в общем, так сказать, были надъезды на Русал о том, что Русал как-то слишком уж дешево получил эти месторождения. Русал там доплатил, насколько я помню, еще что-то, а может быть и нет. А потом, сейчас, в общем-то, так сказать, есть опасения того, что у Русала смогут эти, могут новые власти отобрать эти месторождения. И на фоне этих страхов акции Русала несколько просели, но, с другой стороны, я читаю новости, что, в общем, сказать, скорее всего, все останется по-прежнему. Ну, акции, эти месторождения будут продолжать эксплуатироваться Русалом, потому что, ну, Гвинея сама не может их эксплуатировать, и, соответственно, ну, договорятся они обо всем. А цены на алюминий выросли, поэтому Русал может быть сейчас действительно очень хорошей идеей для покупки, но о рисках я вам сказал. Вот. Теперь дальше, следующая компания, ГК Самолет, один из крупнейших девелоперов. На фоне запуска новых проектов у компании ожидается почти трехкратный рост продаж по сравнению с 2020 годом. Вот такая компания. Девелоперы, ну, можно сказать, строят дома, недвижку в Подмосковье, и где они только не строят. Крупная компания. МТС. Ну, МТС – это цифровизация экономики, двузначные дивиденды, погашение. Квази-казначейского пакета акций. Очень хорошая компания, очень динамично развивается, вполне себе. Следующая инвестиционная идея – Белуга Групп. Рост продаж алкоголя и расширение розничной сети, ожидаемое удвоение EBITDA за три года. Ну, вы знаете, что недавно прошло IPO, вернее, так, SPO, по-моему, было, по Белуге. И, ну, в общем, оно прошло, как всегда, интересно, как всегда у нас. То есть, ожидалось, что будет по верхнему коридору. Оказалось, что акции были проданы по нижнему коридору. Я об этом рассказывал, и они с тех пор еще упали. Ну, в общем, сейчас тоже, наверное, неплохой момент для того, чтобы купить акции Белуга Групп, которые должны начать расти из-за того, что, ну, продажи неминуемо должны вырасти. Я не знаю. Белуга занимается продажей алкогольной продукции. Крепкой алкогольной продукции, в основном. Ну, так. Ну, это рекомендация, аналитика, открытие брокер. Следующая акция, которую они рекомендуют, это ВТБ. ВТБ – рекордные финансовые результаты и переход на выплату 50% прибыли в форме дивидендов. Ну, ВТБ – тот еще банк, который очень-очень долго там, так сказать, где-то, короче говоря, болтался, непонятно где. И кажется, кажется, наконец-то у ВТБ, ну, должны начаться лучшие времена. То есть, мне кажется, вот ВТБ вполне себе разумно. Ну, опять же, я тот еще аналитик, так сказать, это аналитики открытия брокера. Следующая компания – Global Trans. Высокая дивидендная доходность, ставка на восстановление экономики и перевозок грузок на сети РЖД на фоне роста глобальных цен на уголь. Вполне себе допускаю, и здесь у меня никаких возражений нет. Юнипро. Запуск третьего энергоблока на Березовской ГРЭС или Березовской позволит существенно повысить дивидендный поток акционерам. Разумно. Сбербанк. Акции привилегированные. Восстановление экономики от эпидемиологического кризиса. Высокие темпы органического роста. Высокие дивиденды. Никаких возражений. Сбербанк становится вообще средой. Там, так сказать, и Яндекс прикупает, и доставки, и доставки лекарств во всем, во всем, во всем, во всем. Я думаю, что Сбербанк будет расти, а акции привилегированные будут давать дивиденды. Вполне себе. Ничего тут не возражаю. Ну и последнее. Газпром. Восстановление глобальной экономики от кризиса. Высокие цены на газ в Европе. Они сейчас бьют вообще все рекорды. И ожидаемые рекордные дивиденды. Я думаю, что, ну, Газпром уже взлетел, и рост, скорее всего, продолжится. Вот. И вы заметили, что здесь вообще не присутствует Северный поток-2, который тоже, кажется, вот на днях будет уже запущен. Вот. Вот такие предложения по 10 российским акциям. Здесь дальше идет топ-15 российских облигаций. Облигации меня, честно говоря, пока не так сильно интересуют. У меня просто капиталы не те. Вот. И дальше топ-20 зарубежных акций. Здесь я сохраню интригу, потому что я не хочу... Все это в одном видео. Я это расскажу в другом видео, если вы захотите. Да. И вот топ-20 зарубежных акций Алексей Корневов, ведущий аналитик, международный рынок акций и так далее. Я несколько раз с ним лично встречался. В общем, сказать, ну, как бы на семинарах, которые проводил открытие брокер. Ну, он... В принципе, мне нравится. Он такие вещи иногда говорит. Очень хорошие. Ну, спикер, он, откровенно говоря, ну, не привык он публично выступать. Но очень-очень разумные вещи говорит. Мне очень прямо вот понравилось одно из его выступлений, когда мы встречались... Ну, там была представитель Санкт-Петербургской биржи. Он мне просто вот, как говорят, инсайт такой открыл, что мне понравилось. Вот. Таким образом, я расскажу про топ-20, если вы захотите, зарубежных акций в следующем видео. А вот о том, у меня спрашивали, а можно ли доверять аналитикам открытие? Как вы считаете? Ну, каждый считает по-своему. Каждый думает за себя. Итак, что я могу сказать? Есть такие у меня были, ну, как бы в комментариях писали люди, что эти аналитики, они там все под себя, для себя делают, чтобы вы только покупаете, потому что вот они хотят продать неликвиды и так далее. Это, ребята, вообще ничего общего с реальностью не имеет. Я могу точно вам сказать, потому что, ну, я с ними встречался, я смотрел им в глаза, и я могу вам сказать точно, что это вообще ничего общего с реальностью не имеет. И вообще, я вам так скажу, почему вот эти вот ребята являются аналитиками? Дело в том, что они идут в открытие брокер, они занимаются, и открытие брокер оказывает услуги по управлению капиталами для крупных акционеров. Так вот, каждый из этих аналитиков управляет капиталами, там, ну, в сотни миллионов рублей, вот так скажу. В миллиарды, наверное, рублей. Поэтому, да, и, соответственно, они получают там какой-то очень-очень маленький процент этого управления. Вот, но я что хочу сказать, что им доверяют очень-очень крупные акционеры. И, в принципе, этим аналитикам абсолютно пофигу, что вы о них думаете, потому что им важны вот эти вот их крупные акционеры. И они своим крупным акционерам советуют, и иногда они делятся этой информацией с нами. Поэтому это надо ценить, во-первых. А, во-вторых, значит, у меня был еще вопрос такой, а насколько верны их вообще рекомендации, и стоит ли им доверять. А вот об этом я точно расскажу в следующем видео. На сегодня все. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что вам этот выпуск понравился, и пишите, что вы хотите. Топ-20 американских акций или статистику по тем идеям, которые реализовались и которые не реализовались. Самое главное, они тоже дают эту статистику. Ну, и пишите, спрашивайте. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи. Продолжение следует...